Всем добрый день. Меня зовут Светлана Ахтырская. Сегодня у нас доклад на тему «Организуем курсы для коллег. Руководство к действию». Я работаю в компании «Айтентика» на данный момент. Я из Воронежа. Уже 10 лет в тестировании. Занимаюсь как автоматизированным тестированием, так и ручным. Также являюсь ментором для тестировщиков в течение 4 лет. И участвовала в пяти потоках программы «Теклидерс Россия». И более 50 студентов освоили профессию тестировщика вместе со мной. Большая часть из них устроилась на работу. Даже некоторые в мою фирму устроились. Фирма у меня достаточно молодая, но она основана на базе компании «Детарт», которая ушла из России. Те сотрудники, которые остались, основались в компанию «Айтентика». То есть у нас очень большой технологический опыт. У нас более 300 специалистов, очень большое количество различных направлений, которыми мы занимаемся, и достаточно крупные клиенты. Давайте теперь поговорим о той проблеме, которую мы хотим обсудить на этом докладе. Бывает такое, что мы хотим изучить какую-то технологию, или наше личное желание такое, или это желание фирмы, необходимость какая-то возникает. И вроде как здесь все просто. Выбираем тему, которую мы хотим изучить. Берем преподавателя, находим, который в ней разбирается. Собираем студентов, начинаем обучение, и все должно пойти хорошо. Но получается почему-то, что студенты не проходят этот курс, они расходятся, как-то его там завершают досрочно. Мент расстраивается, курс не завершается. И получается, что результат мы не достигли. И вот давайте мы сегодня поговорим о том, почему это происходит, и вообще что с этим делать, как все-таки этот обучающий процесс завершить. И я так думаю, что этот доклад будет полезен не только преподавателям, но и студентам, и не только людям, которые занимаются тестированием, но и, в принципе, людям, которые хотят кого-то, чему-то учить, или хотят сами что-то выучить. Потому что образовательный процесс, он строится на определенных таких закономерностях, в чем-то даже психологических, и мы сегодня как раз их обсудим. Ну вот как раз план доклада у нас, зачем компании вообще нужны курсы, зачем компании их организуют, какие виды мотивации студентов к обучению бывают, какие тонкости работы с группой студентов, так как, во-первых, я чаще всего работала с группами, во-вторых, индивидуальное обучение – это такой более комфортный, может быть, более лоббильный процесс. И какие общие рекомендации я могу дать по организации курсов. Ну, прежде всего, зачем компании нужны курсы, и как так получается, что студенты не всегда их завершают. Дело в том, что здесь происходит стык таких двух вариантов потребности, двух вариантов мотивации, которые между собой достаточно сложно совместить. С одной стороны, у нас такая достаточно сухая математическая потребность бизнеса в том, чтобы бизнес был конкурентоспособным, в том, чтобы он мог приносить прибыль, а для этого бизнесу нужны квалифицированные сотрудники. Во мне очень много эмоций. Надо дышать. Так, бизнесу нужны квалифицированные сотрудники, поэтому он старается, ну, там, организовать какие-то курсы, например. А с другой стороны, у нас есть люди. То есть люди – те, кто проходят эти курсы, и преподаватели, которые их проводят. И люди обычно руководствуются все равно, какие бы они ни были дисциплинированы, как бы они ни старались, они руководствуются все равно своими чувствами, своими какими-то личными, каким-то личным своим интересом. И поэтому получается, что с одной стороны мы все понимаем, что чтобы получить какую-то прибыль, чтобы принести пользу фирме, мы должны пройти какой-то обучающий курс. А с другой стороны, может быть такое, что курс оказался слишком сложным, или технология не очень интересная оказалась, или мы предполагали, что все будет здорово и весело, а получается, что как-то не весело. И поэтому вот сегодня мы как раз обсудим, что можно со всем этим сделать. Давайте поговорим о том, какие бывают виды мотивации к обучению. Но мы сегодня говорим именно о сотрудниках, о развитии карьеры, поэтому виды мотивации больше связаны каким-то образом с работой. Первый вид мотивации – это карьерное повышение. То есть, например, сотруднику говорят, что для того, чтобы получить какое-то повышение, например, джуниору на медла, ему нужно пройти какой-то курс. И получается здесь, что даже если сотруднику не очень интересна эта технология, даже если он не очень хорошо понимает, где он ее будет применять, ему все равно нужна вот эта галочка, что он этот курс прошел, ну, как бы независимо от каких-то его там личных предпочтений и интересов. И вторая особенность – это то, что сотрудник может сразу не знать, где ему применить эти знания, и он может даже подозревать, что ему будет, может быть, и негде их применить, но тем не менее ему пройти этот курс все равно нужно. И здесь выгода от прохождения курса, она такая несколько отложенная. То есть получается, что в процессе прохождения курса человеку может быть не очень интересно, он может не очень понимать, какой результат он от этого получит, не очень чувствовать. Но в дальнейшем, если он этот курс завершит, если он подтвердит свои знания на практике, на техническом ревью, то он получит повышение. То есть здесь нужно настраиваться и преподавателю, и студентам на то, что, ну, может быть, им в процессе будет как-то не очень весело, но в дальнейшем результат этого курса будет очень хороший, если пройти его до конца. Следующий вид мотивации – это, возможно, сотрудник в данный момент находится не в проекте, и у него такая нестабильная ситуация, когда он должен ждать, возьмут его в проект, не возьмут, как там пройдут собеседования. В общем, очень такая, ну, напряженная достаточно ситуация. И тут ему говорят на фирме, что есть какой-то проект, но ему нужно изучить определенную технологию для того, чтобы в этот проект попасть. И получается, что, ну, возможно, сотруднику не обязательно этот курс завершать, это зависит уже от условий работодателя, и здесь как бы уже полегче. То есть не нужно себя прямо там настраивать на то, что обязательно должна быть вот эта галочка, что курс завершен. Вот. Но здесь такая особенность, что сотрудник не знает, какие знания ему понадобятся в проекте, и он может так несколько плавать своим вниманием, ну, в процессе прохождения курса. И, ну, это тоже надо иметь в виду. То есть тут и преподавателю не надо ждать от студента, что он будет там абсолютно все знания усваивать хорошо и будет очень заинтересован сильно. Ну, и сотруднику не надо ждать, что будут все знания, которые он получит, он будет точно знать, как бы, куда их применить. То есть здесь более такая обзорная, скажем, экскурсия сначала, но он четко понимает, зачем ему это надо, что в будущем, вот уже в ближайшем, у него будет прямая выгода от того, что этот курс пройдет. И у него появится стабильность, уже пройдет эта неопределенность, он будет в проекте, и дальше уже у него будут перспективы роста. Следующий вид мотивации – это улучшение знаний какой-то технологии. Ну, тут, я думаю, для многих это знакомая ситуация, когда вы попадаете в проект, и вам надо что-то знать уже вчера, а вы с этим еще ни разу не сталкивались. И получается, что если для сотрудника организовали курс на эту тему, то для него это очень выгодная такая история, потому что она решает его проблему здесь и сейчас. То есть он уже знает, вот он в проекте столкнулся с какой-то проблемой, и он знает, что он может прийти к преподавателю, преподаватель ему расскажет, что-то там поможет, и те знания, которые он получает на курсе, он прямо сейчас применит. То есть ему становится жить психологически комфортно, потому что в проекте без каких-то необходимых знаний ему просто тяжеловато было бы. Следующий вид мотивации, тоже в котором люди могут быть достаточно сильно лично заинтересованы, это если у человека есть желание выучить какую-то технологию для себя. Например, у него есть какой-то домашний проект, который он развивает, или у него есть мечта какую-то технологию освоить. Не знаю, кто-то всю жизнь мечтал выучить программирование на Java, например. И человек начинает проходить такой курс, и получается, что он в этом лично заинтересован, и для него это такое очень эмоционально глубокое переживание. Может быть такое, конечно, что он в работе напрямую это не может, применить, может быть, нет такой проектной необходимости сейчас. Но опосредованно через вот такое личное развитие, улучшение каких-то показателей на работе, оно все равно произойдет. Так, ну и еще один такой момент, это уже больше для преподавателей, на что хочу акцентировать внимание. Если вы хотите организовать какой-то курс, то нужно понимать, что вы транслируете своим студентам. То есть они на вас тоже смотрят как на образец, и им хочется быть на вас похожим, и вот важно понимать, в чем конкретно они хотят быть на вас похожим. То есть, может быть, вы им нравитесь лично, просто как человек. Может быть, их интересует ваше какое-то состояние внутренней уверенности в себе, потому что вы обладаете какими-то знаниями, которые вы преподаете. Это может быть образ жизни ваш, который их привлекает. То есть вы там куда-то поехали, что-то увидели, с какими-то людьми пообщались, с которыми у них нет возможности пообщаться. И они понимают, что если они у вас поучатся, выучат то, что вы им преподаете, они тоже так смогут. Может быть, в конце концов, их просто привлекает ваш доход. Потому что, ну там, вы, например, в карьере немножко выше, чем они, они тоже так хотят. То есть важно понимать, что вы для них как, ну, условно говоря, как пример определенный. Пусть даже все мы специалисты, мы все умные люди. И важно транслировать какой-то позитив от своей работы, от того, чем вы занимаетесь. И если вы приходите на занятия, вы можете сказать там, у меня там в проекте случилась какая-то сложность, но это было так здорово, мы там разобрались, все весело, давайте сейчас вот дальше теперь учиться. И люди скажут, о, класс, там у человека глаза горят, у него есть какие-то инструменты, чтобы решить какие-то свои проблемы, там все супер. Вот, а если вы придете там и скажете, как мне все задолбало, это ваше тестирование, сколько можно, хочу домой, скорее всего, они тогда тоже, ну, скажут, я не хочу так жить, я не хочу такое состояние, какое-то у человека. Вот, поэтому, ну, здесь не нужно, конечно, играть, просто искренне, если вам правда нравится, правда интересно, значит, и людям тоже будет интересно. Так, теперь давайте обсудим, как работать с группой студентов. Индивидуальное обучение я тоже проводила, но в основном я проводила групповое обучение, и я в процессе этого заметила такие определенные закономерности, которыми я хочу поделиться, потому что, когда вы работаете с человеком индивидуально, вам проще с ним настроить какое-то взаимодействие, вам проще договориться о расписании, там, ну, все что угодно. А вот когда группа, там есть определенный процесс, который мы вот сейчас обсудим с вами. Прежде всего нужно понимать, что все мы люди, преподаватели тоже люди, студенты тоже люди, у нас у всех есть определенные сложности какие-то, какие-то потребности. И если студенты приходят и понимают, что там кто-то из них устал, у кого-то сессия, у кого-то отпуск, там, болезнь и так далее, и они понимают, что они могут это озвучить, что их услышат, там, как-то им пойдут навстречу, то им будет уже гораздо проще учиться. Поэтому желательно учитывать такие моменты при обучении и стараться, ну, как-то что-то с этим делать. Также студентам очень важно понимать, что они могут прийти к вам на курс, задать какой-то вопрос, и вы их услышите, вы на него ответите. Если они начинают задавать какие-то вопросы, которые вы, там, например, планировали осветить в курсе, позже, они как бы вас начинают несколько сбивать с вашей программы, тут ничего страшного нет, потому что по опыту моему достаточно длительного обучения, курсы, которые я вела, обычно длились три месяца, по опыту в программу влезает все, мы все успеваем, ну, просто в каком-то там порядке, подстроенном индивидуально под каждую группу. Дальше также хотела еще сказать, очень важно правильно построить расписание, то есть если у вас группа, там, из десяти человек, то, скорее всего, в этой группе найдутся люди, которым будет неудобно приходить в то время, которое вы им назначили. И здесь вам важно как ментору исходить все же из своих возможностей, то есть для себя определить, там, какие-то два-три дня, когда вам удобно, чтобы они приходили, и пусть они выбирают, все группы выбирают какой-то один день, там, не знаю, в неделю, и все в него приходят. А те, кто не успевают, в итоге все равно как-то подстраиваются, то есть большинство приходит, ну, а кто не успевает, либо они в итоге передоговариваются, например, у себя на работе, либо можно записывать на видеозанятие, потом вам давать посмотреть, и тоже все нормально с ними было после этого. Дальше. Группы бывают нескольких уровней. Могут быть группы, когда набрались только начинающие, ну, вот пришли, например, изучить профессию тестировщика с нуля. Может быть такое, что пришли люди, у которых уже есть опыт, например, год. Может быть такое, что группа смешанная, собрались и те, и те. Под каждый уровень нужно делать свою программу, ну, тут под начинающих, продолжающих очевидно, как ее построить. А вот если у вас смешанная группа, то здесь надо ориентироваться, во-первых, на то, кого больше, начинающих или продолжающих, во-вторых, на то, кто ведет себя активнее, и уже под них подстраивать программу. То есть у меня, например, было такое, что собрались в основном продолжающие, была какая-то часть начинающих, и я рассказывала больше продолжающим, но у начинающих я спрашивала, там, вам понятно, вам достаточно, если я видела, что им недостаточно, но они там стесняются сказать, по глазам обычно видно, испуганные лица, то просто можно им дать дополнительно какой-то материал, конкретно под них дома почитать, к примеру, с ними обсудить лично. Да, и еще момент. Есть маленькие группы, которые там, например, 4 человека, они начинают между собой просто дружить, и там как-то не появляется какой-то иерархии такой прям явной, а бывает такое, что группа, например, 10 человек, она большая, и там уже начинают выделяться люди, которые ведут себя как одноклассники. То есть появляются отличники, галерка, те, кто прогуливают, те, кто обещают сделать домашку, вот точно завтра принесу и не делают, и это тоже абсолютно нормально, просто, ну, надо с этим жить, это не переделаешь, ничего страшного. И также в каждой группе неважно, вот здесь неважно, это обучающая группа, или это рабочий коллектив, или это там тестировщики, или коллектив подводной лодки, абсолютно неважно, в каждой группе происходят определенные процессы, вот 4 фазы вот эти, каждая группа проходит. То есть сначала она формируется, собирается, потом эта группа начинает делить, кто главный, кто не главный, там, то есть шторм происходит, все начинают как-то притираться, подстраиваться друг под друга. Если они успешно это все прошли, то происходит нормализация некая, ну и дальше они уже спокойно переходят в стадию, что они все хорошо работают. Может быть, вы это замечали, если вы, например, приходили в новый проект, и как-то сначала на вас смотрели с опаской, а потом уже вы примерно понимали, кто чем дышит, и понимали, как с людьми работать. И обучающая группа тоже проходит эти стадии, поэтому желательно тоже их учитывать. То есть если, например, люди пришли и сначала начинают там делить территорию, какие-то вопросы задавать, вас перебивать, как-то странно себя вести, то тут ничего страшного нет, они успокоятся, через какое-то время сработаются. Но вы можете ускорить вот этот процесс, как перейти из стадии шторминга, шторма к работе. Вы можете их как-то очень сильно замотивировать, например, сказать, что вы самые лучшие студенты, которые у меня были за пять лет, или можете сказать, вот ко мне было подано там 80 заявок, я из них выбрала вас 10 человек, потому что вы там самые классные, и они сразу начинают как-то себя чувствовать, что вау, мы крутые, и им становится, правда, проще вместе работать. Это QR-код на статью, можно будет почитать эту статью, она на хабре. Я пока отдышусь. Так, и дальше давайте мы с вами сейчас обсудим наполнение курса, но здесь я имею в виду больше не смысл, не знание, а организацию курса. Ну, во-первых, если у вас длительное обучение какое-то, например, три месяца, то вам стоит учитывать, что вам нужно распределять свои силы, то есть никто в течение трех месяцев не будет обладать одинаковой производительностью, как в начале и в конце. Вы устанете, люди устанут. Поэтому нужно иметь в виду, что... Ну, я имею в виду, устанет и ментор, и студенты. И нужно иметь в виду, что, скорее всего, если у вас длительное обучение, если это три месяца, то они попадут либо на чей-то отпуск, либо на праздник, либо на ваш отпуск, на чью-нибудь сессию и так далее. То есть, например, 12 занятий за три месяца, по одному занятию в неделю, скорее всего, один-два из них выпадут. И вам нужно иметь... Ну, как-то придумать, как вы будете с этим обходиться. То есть вы либо их отработаете, либо вы программу распределите как-то по-другому. Поэтому тут тоже ничего страшного нет. Просто опытным путем выяснено за пять потоков тех лидеров, что этого не избежать. Поэтому с этим надо просто жить. Ну и также можно давать им какую-то неделю отдыха от домашки, например. Ну и не переживать, если все пошло не по плану. Если вы хотели одну тему обсудить в начале, студенты вам говорят, нет, мы хотим другую, ничего страшного. Все равно в итоге вы все пройдете, потому что, в конце концов, процессом рулите вы, как ментор, студенты просто за вами следуют. Если у вас онлайн какой-то курс, бывает такое, что люди сидят, как бы ментор там старается, шутит, что-то рассказывает, они сидят, слушают молча. Раскачать их на общение не получается. Здесь можно пойти прям таким путем прямым, то есть либо говорить им, если нет возможности с каждым общаться, пишите в чат плюсики, там кто из какого города, кто со мной согласен, у кого такое было, да, там, бак на проде пропустили, у кого такое было, ну, в общем, из такого разряда какие-то вещи, чтобы они прям вот включались в общение. Либо есть такой вариант, что можно, если у вас не очень большая группа, прям каждого лично опрашивать, там, Маша, как у тебя дела с домашней работой? Маша такая. Принесу попозже. Ну вот, то есть с каждым, с каждым разговаривать. Тут ничего страшного нету. Да, мы немножко превращаемся в школьников, но здесь нам важен просто факт общения. Даже не так важно, что они там ответят. Чтобы они не уходили в какое-то состояние там изоляции, что типа я с этим курсом один на один, как мне с ним жить, меня не слышат, не понимают, вот надо, чтобы они чувствовали, что они здесь не одни. И можно, тоже рекомендация для ментора, рассчитывать свои силы в плане количества людей. То есть может быть такое, что фирме нужно обучить 50 человек, а вы вот понимаете, что вот 8 и все, вы больше не можете. И тут, наверное, не нужно через себя стараться переступить, но это, наверное, нужно со временем как-то понять. Когда вы не один курс провели, а несколько, вы уже будете понимать, с кем вам комфортнее работать. и предупреждать, что да, я 50 не потяну, а вот столько там я потяну. Давайте искать еще преподавателей. И тогда будет проще и вам. Вы сможете с ними лично нормально взаимодействовать и не устанете и студентам, потому что они будут чувствовать, что вы с ними, а не где-то. Ну, по поводу подачи материала. Хорошо, конечно, если вы шутите, то есть не просто лекцию читаете, вот как преподаватель в университете, хотя они там тоже хорошо читают часто. И можно какие-то истории жизни рассказывать, если они не нарушают индей. То есть, например, это какие-то сотрудники вашей фирмы, все в курсе, какие там проекты есть, вы можете с ними поделиться. Если это студенты не из вашей фирмы, вы не можете им какие-то данные раскрывать, ну, в общих чертах там, какие-то примеры можно все равно привести. И также очень важно, какое будет первое занятие. На первом занятии желательно студентов прям как-то зацепить, вот чтобы они почувствовали, что, во-первых, интересно, а во-вторых, чтобы они почувствовали, что они успешны, что они сделали, что они смогли. И поэтому лучше первое занятие проводить такое, которое основано, ну, если это начинающие тестировщики, например, которое основано на тех представлениях о профессии, которые есть у большинства людей. То есть, например, большинство людей знают, что тестировщики – это люди, которые находят баги. И поэтому здесь будет здорово не рассказывать там теорию тестирования, там, откуда оно пошло, какие определения, что такое семь принципов тестирования. То есть, ну, все уснут в основном, наверное. А дать им почувствовать, вот на их глазах там найти баг, его оформить, ну, немного теории рассказать, конечно, чтобы не совсем они там потерялись. И домашнее задание дать какое-то похожее. То есть тоже найти баг, тоже как его оформить. Желательно, конечно, чтобы это был баг, не просто там протестировать формочку, логин, пароль, вот, что-то поинтереснее. И желательно, чтобы какой-то баг был, там, не из разряда, найдите баг на главной странице Google. А что-то вот более конкретное, там, чуть позже сейчас расскажу про это как-то сделать. И домашнее задание желательно дать выполнимое, то есть, чтобы они прям пришли, прям увидели, как это сделать на первом занятии, дома сделали, и у них получилось. Они такие, все, вот я точно стану теперь тестировщиком. Я понял, это мое призвание. Я буду проходить этот курс дальше. Но я сейчас рассказываю на примере тестирования, так как я с ним больше работаю. Но можно любые технологии применять. И есть такое правило, что человеку комфортно, это касается и того, что, то ситуация, когда, например, новый проект приходит. Человеку комфортно, если он 80% знает материал и 20% не знает. То есть можно, например, дать такое задание, ну, не на первом занятии, а в дальнейшем, что 80%, например, вы на занятии прошли, и 20% им надо было еще догуглить. И тогда у него будет ощущение вот этого роста, но в то же время ощущение некого комфорта, что их не совсем уж бросили там среди реки, и они пытаются как-то научиться срочно плавать. Что еще можно сделать, чтобы привлечь студентов? Ну, в основном, конечно, все равно обучение строится на неком человеческом факторе. То есть желательно, чтобы студенты... Сейчас. Желательно, чтобы студенты чувствовали, что они приходят к людям каким-то. И поэтому, если есть возможность поощрять каким-то образом их дружбу, их общение, то это было бы здорово, чтобы они приходили на занятия не только там получить знания, но чтобы у них уже там какие-то друзья образовались. Поэтому можно им какие-то чаты для общения организовывать. Можно даже там... Пусть они в кафе сходят куда-нибудь или с ними вместе сходить разочек. То есть можно много-много всяких вариантов придумать, как их немножко так сдружить. Ну, и важно все-таки уделять внимание их жизненным каким-то событиям, увлечениям. То есть если, например, у кого-то день рождения, можно там обозначить на занятии. Вот, поздравляем. Да, или там что-то про какие-то поездки спросить, про увлечения их, чем они там занимаются. То есть, конечно, на занятии основное это обучение, потому что бывали такие занятия, где у меня там студенты приходили и час болтали. Такое было. Но я им сказала, ребят, ну, хотите болтать, давайте болтать, но мы ничего не пройдем, поэтому выбор ваш. После этого они уже стали осознанно к этому подходить, а общение уже там где-то в кулуарах происходило. Здесь по QR-коду можно скачать пример программы обучения. Здесь и сама программа, ну, там просто, скажем, темы для начинающих тестировщиков. Плюс я там рассказала, какими сервисами можно пользоваться. То есть, например, как сделать проект в Jira, чтобы туда можно было людей добавить, ну, бесплатно. или чем можно заменить тест-трейл для хранения тест-кейсов. Также в каком сервисе можно организовать онлайн-школу, чтобы учитывать оценки, там студентов, ну, задания записывать домашние, чтобы это не просто было там какой-то гуглодок, да, или там чат ВКонтакте, в Скайпе, где все все потеряли потом. Вот. И на каких сайтах можно таки поучиться искать баги. Вот. Один из этих сайтов был разработан под руководством здесь присутствующей Оли. Спасибо большое. Вообще супер. Я пользуюсь. Так, ну и давайте подведем итог. Какая у нас бывает мотивация студентов, ну, применительно все же к тому, что это сотрудники какой-то фирмы. Это карьера, новый проект какой-то попасть в новый проект, улучшение знаний, уже той технологии, которую они знают, или свой пэт-проект у них есть. И, кстати говоря, это даже приводит к докладам на конференции, потому что я вот слышала вчера такого докладчика, который сам в свободное время изучает технологию, потом приезжает на конференцию, говорит, я изучил. Так что это прям очень полезно. Ну и также подражание ментору людей мотивирует. для эффективного контакта со студентами нужно быть внимательным к их потребностям, ну и человеческим, и потребностям учебным, всевозможным. Группы бывают разные, начинающие, продолжающие, смешанные, нужно под каждую группу программу разрабатывать. Нужно рассчитывать силы при обучении и свои, и студентов силы. Нужно давать студентам поводы для общения, прям создавать их, то есть они сами будут стесняться. Нужно сделать интересное первое занятие, чтобы их все это зацепило. Ну и дружить со студентами и с самим собой. То есть здесь про то, что ментор все-таки должен о себе тоже помнить, слышать себя и понимать, если его силы где-то ограничены, понимать, что с этим делать, то есть не переступать через свои какие-то возможности, стараться исходить из того, что есть. Ну и все. Всем спасибо за внимание. Здесь мои контакты. Спасибо. Да. Да, вот у меня такой вопрос. Фондри, если ты не сама проводишь какие-то обучающие курсы, а тебе надо группу людей обучить какой-то технологии, ты знаешь, что есть бесплатные курсы на степике, что-то еще, и тебе надо просто, чтобы они их прошли. Ты вроде бы типа, ребята, вам это надо, там это именно в профессию вашу влияет, и там вы без этого асессмент не пройдете, и вообще вы там релизиться не сможете, все такие, да, да, надо. И это все сворачивается, ну то есть ты сходишь к командам, поговоришь с руководителями, что типа, ребята, надо выделять время, все такие, да, да, надо выделять время. И в итоге все не движутся, короче, ну то есть движутся, но медленно. И потом начинаешь каждую неделю спрашивать, там, как успехи, там, прям, чуть ли не по журналу каждого человека, насколько ты продвинулся, и выясняется, что такая ситуация, что руководители не выделяют время на самом-то деле на обучение, то есть все кивают, но не выделяют. И те, кто продвигается, на самом деле, вот энтузиасты, которые сами там свободы от работы, время, что-то в ночи пилят, чтобы продвинуться. Как можно исправить ситуацию, чтобы... Ну это прям такой вопрос, ну подумать. Ну что, ну, наверное, разговаривать, разговаривать со всеми, наверное, тогда заново, знаешь как, заново со всеми руководителями и, может быть, студентами переопределить вот этот процесс, то есть собраться, сказать, ребят, вот мы изначально договаривались о таком процессе, а сейчас у нас получается вот такой процесс, что мы будем с этим делать? То есть если мы, если фирма заинтересована в том, чтобы все-таки мы освоили эту технологию, давайте все-таки что-то, ну, дадим людям какую-то возможность. Если мы все же считаем, что в проекте нам оно не надо и, ну, все, руководство не хочет на это, ну, внимание какое-то уделять этому, да, давайте все, давайте зарубим это все. Но здесь надо, наверное, знаешь, обозначить, что, во-первых, зачем было нужно это обучение, то есть возникла какая-то проектная необходимость, например. Люди, которые прошли это обучение, к примеру, показывают какие-то результаты. Эти результаты как-то влияют на проект. Если они хорошо влияют, достаточно ли этого или нужно, чтобы люди, ну, еще кто-то прошел, доучились. То есть какие-то вот промежуточный срез какой-то сделать того, чего мы достигли. если окей, ну, значит, оставляем так. Если этого недостаточно, если нужно дополнительные какие-то знания, то, значит, надо говорить, что, ребят, нам надо вот это протестировать, мы без этой технологии это тестировать не умеем, либо мы это не тестируем, либо мы это тестируем очень медленно и очень больно, вот, либо мы этому учимся, но тогда уже выделяете ресурсы. То есть здесь просто еще раз прийти и морально надавить. Я думаю, так. Ну, окей, да. Ну, наверное, что там с эскалацией точно. Ну, да. Ок. А еще был вопрос, вот смотри, если, вот ты говорила про то, что давать домашние задания, и там 80% они знают, 20% не знают. Ты как-то предупреждаешь о том, что им там придется их как-то что-то дополнительно гуглить, или они сами об этом должны додуматься? Обычно я делаю так, что, да, я говорю, что вот это вот мы с вами проходили, вот эту вот статью почитайте. То есть, может быть, я на занятии просто упомянула, что нам надо знать там вот это. Вот это в этой статье есть, вот вам ссылка, почитайте. Необходимость прямо вот жестко гуглить, она возникала у нас тогда, когда мы приходили к автоматизации, и люди, например, запускают проект в идее, а он, ну, не запускается, да, это очень такая жизненная история. Вот они потом приходили на занятие и говорили, «Боже, я там и то делал, и то делал, оно не работало, да что ж такое?» И тут получается, что, ну, там нужна какая-то инструкция, например, как это все сделать. То есть, просто есть разные подходы к обучению, есть преподаватели, которые говорят, я считаю, я считаю, что чем больше люди нагуглили, тем лучше, потому что они сами разбираются в материале, они лучше сейчас, ну, запоминают через это, и поэтому я там им просто дал задание там написать что-нибудь, автотест, а они пусть сами разбираются, как его писать. Вот. Такой подход тоже имеет место быть, и я просто, ну, я лично не очень его поддерживаю, потому что я это сама проходила, и я понимаю, что это такой огромный стресс, когда ты сидишь, гуглишь все, что можно, оно не работает, и ты 4 часа потратила, и там на один шаг продвинулась, и поэтому я вот подчеркиваю, что лучше там, да, это будет выглядеть как-то по-детски, что я им дам и статью, где почитать, и задание там разжую все преимущественно, но это и скорость добавит обучению, и как-то спокойствие какого-то, поэтому я вот так предлагаю делать. Тогда еще один вопрос, просто столкнулась с таким моментом, что иногда набираешь сотрудников, которые, ну там, прошли какие-то курсы, ну то есть, просто какие-то, я даже не помню, какие именно, они приходят, ну то есть, приходят к тебе на собеседование, джуны, ты начинаешь задавать им вопросы, ну и вот как бы тестовые задания, и вот им надо подумать, и вот шаг вправо, шаг влево, но часто люди, несмотря на то, что прошли курсы, это не делают, как это, ну может быть, какие-то в рамках обучения, что это можно сделать, чтобы вот не было такой ситуации, если при составлении курса, например. Ну, я думаю, что, вот надо смотреть, конечно, бывают просто разные люди, я просто видела студентов, которые действительно, ну, психически так устроены, что они могут отвечать только вот от сих до сих, то, что они выучили, а есть люди, которые даже не знают, но они могут предположить, что там регрессионное тестирование, я не помню, что это такое, но, наверное, судя по слову регресс, это что-то про прошлое, и там уже они начинают рассуждать, то есть, во-первых, это может быть просто психология, во-вторых, по поводу вариативности мышления, но, наверное, тогда нужно это тренировать просто на курсе, то есть говорить, ребят, я вам сейчас даю задание, условно говоря, есть техника брейншторм, вот вы сначала напишите мне там 30 способов использования скрепки, вот любых, любой бред, который в голову придет, они там начинают что-то из себя измысливать, потом, ну, там есть определенные этапы этого брейншторма, то есть, я к тому, что это может быть просто тренировать на курсе прям упражнениями вот такими, и еще момент есть, что есть тестовые задания, которые выложены в интернет, ну, из разряда там тестирования карандаша, там листбоксер этот, вот, можно просто их проходить на занятии и говорить, что вот бывает вот так, имейте в виду. Спасибо. Спасибо за вопросы. Так, еще. Еще. Спасибо большое за участие. У меня есть для вас стикеры, которые предоставила моя фирма айтентика. Вот. Поэтому всем присутствующим сейчас достанутся стикеры. и,